Сегодня у нас будет понятие о теории устойчивости Лихунова. Поведение траектории дифференциального уравнения в окрестности особой точки. Записываем понятие. По теории устойчивости Лихунова. Поведение траектории дифференциального уравнения. Продолжение следует... В окрестности особой точки. Продолжение следует... Итак, решение большинства дифференциальных уравнений и систем уравнений не выражается через лимитарные функции или квадратуры. В этих случаях при решении конкретных дифференциальных уравнений применяются приближенные методы интегрирования. Недостаток приближенных методов заключается в том, что они дают только одно частное решение. Чтобы получить другие частные решения, нужно все вычисления проводить заново. Зная одно частное решение, нельзя сделать заключение о характере других решений. Во многих задачах механики и техники бывает важно знать не конкретное значение решений при данном конкретном значении аргумента, а характер поведения решений при изменении аргумента и, в частности, при неограниченном возрастании аргумента. К примеру, бывает важно знать, являются ли решения, удовлетворяющие данным начальным условиям, периодическими, приближаются ли они асимптотически к какой-либо известной функции, ну и подобные вопросы. Такими вопросами занимается качественная теория дифференциальных уравнений. И одним из основных вопросов качественной теории дифференциальных уравнений является вопрос об устойчивости решения или об устойчивости движения. Этот вопрос был подробно исследован Ряпуновым. Давайте рассмотрим систему дифференциальных уравнений dx по dt. Ряпуновим систему дифференциальных уравнений dx равно f1 от txy и dy по dt равно f2 от txy. Обозначим систему 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 1. Пусть x равное x от t и y равное y от t. Решение данной системы. Решение данной системы. Которая удовлетворяет начальным условиям. x при t равным нулю равно x нулевое. А y при t равном нулю равно y нулевое. Так, ну пусть это будут условия 1 штрих. Пусть далее x с чертой равное x с чертой от t. И y с чертой равное y с чертой от t. Решение уравнения 1 удовлетворяющее другим начальным условиям. x с чертой. При t равном нулю равно x с чертой нулевое. И y с чертой при t равном нулю равно y с чертой нулевое. Обозначим 1 с 2 штрихами. Запишите определение. Решение x равное x от t. и y равное y от t. Удовлетворяющее уравнением 1 и начальным условием 1 штрих. Решение x равное. И и с чертой. И с чертой. С чертой. И с чертой. И раз. И с чертой. И с чертой. Называются устойчивыми полипонезами. 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 Можно указать положительное число дельта. Называются устойчивыми полипонезами. Называются устойчивыми полипонезами. Называются устойчивыми полипонезами. Называются устойчивыми полипонезами. Модуль х с чертой от Т минус х от Т меньше эпсила. И модуль у с чертой от Т минус у от Т меньше эпсила. Обозначим формулу 2. Если начальные данные удовлетворяют неравенство... ... 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 Если система дифференциальных уравнений является системой, описывающей некоторые движения, то в случае устойчивости решений характер движения мало изменяется при малом изменении начальных данных. Давайте попробуем разобрать это на примере какого-либо уравнения первого порядка, чтобы было попроще. Записываем пример. Ну и рассмотрим, например, дифференциальное уравнение dy по dt равно минус y плюс 1. Простенькое дифференциальное уравнение. Обозначим его, например, а. Общим решением этого уравнения будет функция y равная c на e в степени минус t плюс 1. Это вы попробуете найти сами. Уравнение у нас неоднородное, с постоянными коэффициентами. Как решать его вы знаете. Обозначим b. Это общее решение а. Найдем частное решение, удовлетворяющее какому-либо начальному условию. Ну, например, пусть будет начальное условие. y при t равном нулю равно, к примеру, единице. Так. Отсюда мы получаем, если t равно нулю, y равно единице, c равно нулю. То же самое. Дома сами посмотрите, почему вы это умеете делать. Найдем далее частное решение, удовлетворяющее начальному условию. Другое начальное условие. Началь. Что-то я писать разучилась. Так. Другое начальное условие. Например. y при t равном нулю, с чертой, равно y нулевое. Такое начальное условие. Тогда у нас получается y нулевое равно, если t равно нулю, то е в степени минус t будет единица, c плюс 1. И отсюда c будет равно y нулевое минус 1. Подставим это значение, c в равенство b. получим y равно y нулевое минус 1 на е в степени минус t плюс 1. очевидное решение y равно 1 является устойчивым. почему? находим y с чертой минус y. получаем y нулевое с чертой минус 1 на е в степени минус t плюс 1. минус 1 или y нулевое с чертой минус 1 на е в степени минус t. Эта штука будет стремиться к нулю при t стремящемся к бесконечности. Именно поэтому y равно нулю является устойчивым решением. y равно 1, извиняюсь. vопросы есть? к примеру, пока нет, да, продолжим. Следовательно, при произвольном epsilon будет выполняться неравенство 3. Если будет выполняться неравенство y нулевое с чертой минус 1, равно дельта меньше епсилу. если уравнение 1 описывает движение, где аргумент t есть время, и при этом уравнение не содержит явно времени t, то есть имеют вид dx по dt равно f1 от xy, и dy по dt равно f2 от xy, то эта система называется автономной. Ох, поэтому я думаю, что фирма будет измениться, Если есть девочек в этомEMе, то есть свои линии, это мы можем получить с девочкой прямо сейчас, и от зимой, но она будет очень смешно. В общем, с девочкой такой тем, и в общем, мы можем сделать все две части. Продолжение следует... Дальше давайте рассмотрим систему линейных дифференциальных уравнений. ДХ по ДТ в общем виде запишу. ДХ по ДТ равно АХ плюс БУ. Так, давайте обозначим 4. И будем предполагать, что коэффициенты А, Б, Ц, Г постоянные. При этом очевидно, что Х равное 0 и У равное 0 есть решение системы 4. Тривиальное решение. Тут можно убедиться непосредственной подстановкой Х равное 0 и У равное 0 в систему 4. Производная от 0 равна 0, 0 равно 0 плюс 0 в обоих уравнениях. Исследуем вопрос о том, каким условиям должны удовлетворять коэффициенты системы, чтобы решение Х равное 0 и У равное 0 было устойчиво. ДИфференцируем первое уравнение и исключаем У и ДУ по ДТ на основании уравнений системы. То есть, Д2Х по ДТ дважды будет равно С умножить на ДХ по ДТ плюс Ж умножить на ДУ по ДТ которая в нашем случае равна АХ плюс БИ. Равно С умножить на ДХ по ДТ переписываем. Плюс, открываем скобочку, Ж умножить на А умножить на Х плюс Б умноженное на Ж умноженное на У. А Ж умноженное на У вот отсюда у нас будет равно ДХ по ДТ минус СХ. То есть, мы получаем Б умножить на ЖУ, которое равно ДХ по ДТ минус СХ. Отсюда получаем Д2Х по ДТ дважды равно О, давайте перенесем в одну часть минус Б плюс С умножить на ДХ по ДТ это у нас вот СДХ по ДТ и БДХ по ДТ если раскроем скобочку минус АЖ минус ВС умножить на Х равно 0 вот у нас АЖ умноженное на Х и минус ВС умноженное на Х обозначим 5 обозначим 5 и выпишем характеристическое уравнение для данного уравнения 5 Д2Х по ДТ дважды заменяем на лямбда квадрат минус В плюс С переписываем ДХ по ДТ заменяем на лямбду минус АЖ минус ВС переписываем и наконец Х заменяем на лямбду в нулевой степени то есть на единицу ее можно не писать равно 0 это у нас 6 ну обычно это уравнение записывают в виде определителя если вы его раскроете то вы увидите что он как раз этому и равен который у нас равен 0 это у нас 7 вот у нас первое уравнение для ХС СЖ коэффициенты вторые АВ и от диагональки отнимаем лямбда обозначим корни характеристического уравнения 7 через лямбда 1 и лямбда 2 ну и так же уравнение 6 имеет эти же корни так как уравнения неоднозначные одинаковые однозначные одинаковые устойчивость устойчивость или неустойчивость решения системы 4 определяется на самом деле характером корней лямбда 1 и лямбда 2 ну сейчас мы это увидим давайте рассмотрим все возможные случаи первый случай корни характеристического уравнения действительные отрицательные и различные действительные Продолжение следует... То есть лямбда 1 меньше 0, лямбда 2 меньше 0, лямбда 1 не равно лямбда 2. Из уравнения 5 находим... Х равно С1 умножить на Е в степени лямбда 1т плюс С2 умножить на Е в степени лямбда 2т. Зная Х из первого уравнения в системе 4 находим У. Таким образом, решение системы 4 у нас будет иметь вид... Х я уже выписала, а Y, если мы найдем... Попробуйте дома это сделать сами. То это будет С1 умножить на лямбда 1 минус С на Е в степени лямбда 1т. Плюс С2 умножить на лямбда 2 минус С на Е в степени лямбда 2т. И умножить на единицу, деленное на Ж. Обозначим эту систему с цифрой 8. Заметим, что если Ж равно 0 и А не равно 0, то уравнение 5 мы составим для функции Y. Найдя Y из второго уравнения системы 4 находим X. То есть меняем переменные с точностью наоборот при вычислении. Структура решений 8 сохранится, но X и Y поменяются местами. Если же Ж равно 0 и А равно 0, то решение системы будет иметь вид... X равно C1 на Е в степени ЦТ и Y равно C2 на Е в степени беты. Обозначим 8 штрих. Анализ характера решения в этом случае производится проще. Сейчас подберем C1 и C2 так, чтобы решения 8, которые выше написано, удовлетворяли начальным условиям. X при T равном 0 равно X нулевое. и Y при T равном 0 равно Y нулевое. Решение, удовлетворяющее начальным условиям после всех подстановок. Попробуйте все это сделать дома. Сейчас не будем этим заниматься. Будет X равно CX нулевое плюс GY нулевое минус X нулевое лянда 2 разделить на лямбда 1 минус лямбда 2 и умножить на Е в степени лямбда 1Т плюс X нулевое лямбда 1 минус CX нулевое минус GY нулевое делить на лямбда 1 минус лямбда 2 и умножить на Е в степени лямбда 2Т и Y Y будет равно единице деленное на G умножить на скобочку в скобочке 1 минус С и умножить на Е в степени лямбда 1Т плюс X нулевое лямбда 1 минус CX нулевое минус GY нулевое делить на лямбда 1 минус лямбда 2 2 минуса 1 минус 22 и умножить на лямбда 2 минус Минус С умножить на Е в степени лямбда 2Т. Закрываем скобку, которая открывалась перед единицей делить на Ж. Обозначим эту систему системой 9. Из последних равенств следует, что при любом епсилон больше нуля, можно выбирать х нулевой и у нулевой по модулю столь малыми, что для всех положительных Т будет модуль х от Т меньше епсилон, модуль у от Т меньше епсилон, так как экспоненты у нас всегда будут меньше единицы. Может быть, это запишем. Это символ я так обозначаю любой или каждый. Второй символ существует. Вот это вот Е повернутое. Двоеточие – это такое, что для каждого положительного Т модуль х от Т меньше епсилон, и модуль у от Т тоже меньше епсилон, так как Е в степени лямбда 1 Т меньше единицы, и Е в степени лямбда 2 Т меньше единицы, поскольку лямбда 1 и лямбда 2 отрицательны, а Т положительны. Так, обозначим это, наверное. А, ну, в принципе, оно нам не понадобится, не буду обозначать. В данном случае предел при Т стремящемся к плюс бесконечности х от Т равно нулю, и такой же предел от у от Т тоже равно нулю. Обозначим вот это вот 10. Рассмотрим плоскость х и у. Для системы дифференциальных уравнений 4 и дифференциального уравнения 5 эта плоскость называется фазовой плоскостью. Решение 8 и 9 системы 4 будем рассматривать как параметрические уравнения некоторой кривой на фазовой плоскости x, o, y. x равное фи с чертой от Т с 1, с 2 и x равное фи с чертой от Т с 1, с 2 и x равное фи с чертой от Т, x 0, y 0, и y равное ψ от t, x0, y0, 12. Эти кривые являются интегральными кривыми или траекториями дифференциального уравнения Так, как бы это обозначить? Эти кривые являются интегральными кривыми и траекториями дифференциального уравнения и траекториями дифференциального уравнения dy по dx равно ax плюс by делить на cx плюс gy 13 Эти интегральные кривые или траектории получаются из системы 4 путем для деления друг на друга правых и левых частей Уравнение 13 я имею ввиду Начало координат, точка ос координатами 0 и 0 является особой точкой для дифференциального уравнения 13 Так как эта точка не принадлежит к области существования и единственности решения Характер решений 9 и вообще решений системы 4 наглядно иллюстрируется расположением интегральных кривых f с чертой от x, y, c равно 0 образующих общий интеграл дифференциального уравнения 13 Постоянная c определяется из начального условия y при x равном x нулевое равно y нулевое Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После подстановки значения С получаем уравнение семейства в форме f от x, y, x0, y0 14 В случае решения 9 особая точка называется устойчивым узлом Говорят, что точка, двигаясь по траектории, неограниченно приближается к особой точке при Т, стремящемся к бесконечности Устойчивый узел Так запишите точка, двигаясь по траектории, неограниченно Неограниченно приближается к особой точке при Те, стремящемся к бесконечности. Видно, что я пишу? Да, все видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очевидно, что соотношение 14 может быть получено путем исключения параметра Те из системы 12. Не производя в дальнейшем полного анализа характера расположения интегральных кривых вблизи особой точки на фазовой плоскости при всех возможных случаях корней характеристического уравнения, ограничимся иллюстрацией этого на простейших примерах, не требующих проведения громоздких вычислений. Отметим, что характер поведения, траектория уравнения 13 вблизи начала координат при произвольных коэффициентах качественно такой же, какой будет рассмотрен в примерах ниже. Так... Так... Если я сейчас сотру с доски, вы все уже написали? А то плохо пишут. Да, все написано. Да, написано. Хорошо. Сейчас я попробую еще экспортировать и передать вам эту доску на всякий случай. Тогда уже сотру. Подождите. Сейчас осуществлю. Сейчас. Сейчас. Осуществую. Вот. 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 Да. Вот. Доска должна быть у вас. Видите ее в чате? Увидели? Да, поедали. Сейчас я доску перезагружу на всякий случай. Тут очень много было. Было очень неудобно, чудно. Тогда продолжим. Итак, я вам обещала пример. Записываем пример 1. Исследуем устойчивость решения х, равная 0, у равно 0. Исследуем умный класс. Будет дон啊. Такой. Система уравнений. Дх по дт равно минус х и ди по дт. Равно минус 2у. Итак, характеристическое уравнение в нашем случае будет... Так, при dx по дт множитель при х минус 1, у нету. Ду по дт х нету, множитель при у минус 2. Добавляем минус λ сюда, минус λ сюда по главной диагонали и приравниваем к 0 наш определитель. Корни характеристического уравнения в этом случае λ1 равно минус 1 и λ2 равно минус 2. И решение, которое мы обозначили 8 штрих на предыдущей доске, в данном случае будут... х равно с1 на е в степени минус t. У равно с2 на е в степени минус 2t. Решение 9 с предыдущей доски. В этом случае будут х равно х равно х нулевое на е в степени минус 2t. Итак, очевидно, что х от t у нас стремится к нулю, у от t тоже стремится к нулю при t стремящемся к бесконечности, так как е в минус t стремится к нулю. Решение х, равное нулю, и у, равное нулю, устойчиво. Обратимся теперь к фазовой плоскости. Исключая параметр t из уравнения а, получаем уравнение вида 14. х делить на х нулевое. Так, а я вам обозначила. А это вот эти вот у нас. В квадрате равно у делить на у нулевое. И это семейство парабол. Так. самое но поровнее там нарисуйте у себя мне тут не очень удобно рисовать тоже все к нулю идут это параболы у нас так как-то проходит тоже сюда с этой стороны тоже есть так а а а а а а а а а и Примерно. Вот у нас не лежит точка. Уравнение вида 13 для данного примера будут dy по dx равно 2y делить на x. Интегрируя получаем натуральный логарифм модуля y равно 2 натуральных логарифма модуля x. Плюс натуральный логарифм модуля c или y равно cx квадрат. В. Определим c из условия y на x равное x нулевое равно y0. И c тогда у нас будет равно y0 делить на x0 в квадрате. Подставляя найденное значение c в b, получаем решение b. Особая точка O с координатами 0,0 является устойчивым узлом. Устойчивым узлом. Устойчивым узлом. И снова узлом. Устойчивым узлом. Итак, второй тип корней. Корни характеристического уравнения действительные, положительные, различные. Корни характеристического уравнения действительного уравнения действительного уравнения. Корни характеристического уравнения действительного уравнения действительного уравнения. Корни характеристического уравнения действительный, положительный, различный. То есть лямбда 1 и лямбда 2 больше 0 и лямбда 1 отлично от лямбда 2. В этом случае решения выражаются также формулами 8 и, соответственно, 9. В данном случае при как угодно малых x0 и y0 будет x от t стремиться к бесконечности и y от t стремиться к бесконечности при t стремящемся к бесконечности. Вот так, тут прямая. Так как экспонент у нас будет стремиться к бесконечности при t стремящемся к плюс бесконечности при положительных лямбах. На фазовой плоскости особая точка неустойчивый узел при t стремящемся к плюс бесконечности. Точка на траектории удаляется от точки покоя x0, y0. То есть в предыдущем случае у нас точка приближалась, а в данном случае будет удаляться. То есть отходить от точки покоя в другую сторону. Ну, к примеру, исследуем устойчивость решения системы. Запишем пример 2. dx по dt равно x, dy по dt равно 2y. В этом случае лямбда 1 будет 1, лямбда 2 равно 2. Характеристическое уравнение 1 минус лямбда 0, 0, 2 минус лямбда равно 0. Отсюда лямбда 1 равно 1, положительное. Лямбда 2 равно 2, положительное и действительное. И отлично друг от друга. Решение будет x равно x0 на e в степени t, y равно y0 на e в степени 2t. Решение неустойчиво. x от t и y от t стремятся к бесконечности. При t стремящемся к бесконечности. Исключая t получаем x на x0. В квадрате равно y делить на y0. И особая точка у нас будет неустойчивым узлом. То есть фактически у нас это тоже будут параболы. Так, куда будет нарисовать? Давайте я тоже так подрисую побыстрее. Но это параболы у нас вроде как должны быть. И поскольку неустойчивый узел, они удаляются в бесконечность. Удаляются. И снизу то же самое. Удаляются. Стремятся к бесконечности. И x, и y. Третье. Корни характеристического уравнения действительные разных знаков. От científic foam. Удаляются. Продолжение следует... Продолжение следует... Из формул 9 следует, что при как угодно малых х0 и у0... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На фазовой плоскости особая точка называется седлом... Продолжение следует... Продолжение следует... Ду по ДТ... Равно минус 2у... Соответствующее... Лябда 1 равно 1, лябда 2 равно минус 2... И... Решение будет... Х равно х0 на е в степени t... У нас... У нас х, получается, стремится к плюс бесконечности... У нас... У нас х, получается, стремится к 0... Решение неустойчиво... Исключаем параметр t... Получаем... У нас х2 равно... У нас х0 в квадрате... И особая точка... Является седлом... Выглядит это следующим образом... Смотрите... В данном случае мы имеем семейство гипербол... Я... Так... Нарисую... Несколько штук... Будем иметь ввиду, что это гиперболы... Смотрите... У нас получается, что х стремится к бесконечности... А у к нулю... То есть, вот так вот... Х вдаль... У вниз... К нулю... А тут вверх... И тут тоже самое... Х к бесконечности... Туда уходит... А у сюда идет... К нулю... Так... Ну... Это у нас было седло... Я думаю, что отрицательные... И положительные... Действительные части... У комплексных корней... То есть, все случаи комплексных корней... Мы рассмотрим в следующий раз... Потому что времени у нас не хватает... Пока ограничимся только действительными корнями... И на этом... Наша лекция завершена... Если есть... У кого-то ко мне вопросы... Спрашивайте... Лекцию я также записывала... Размещу на ютубе... И пошлю вам ссылку... Анна Владимировна... Да... А вы меня Круглова отметили? Кого? Круглова... Круглова... Сейчас гляну... Круглова... Это какая группа? 13-2... Вторая, да? Круглова... Еще вопросы... Нету? Ну все тогда... Всего доброго... До свидания... Наше занятие закончено... Удачного вам... До свидания... До свидания... До свидания... До свидания...